1968 год. На этих кадрах общее прошлое Казахстана и Армении. События тогда еще союзного значения, имевшие колоссальный успех у зрителей. Дни литературы и искусства. Операторы запечатлели известных людей, не нуждающихся в представлении. И безусловно, это ценно. Однако литмотив здесь в другом. Диалоги двух народов. Сближение культур. А под этим видео уместно написать. Однажды полвека спустя. Только вместо Шакена Айманова казахстанские фильмы презентуют армянскому зрителю Ербулат Тогузаков. Примечательно, кинотеатр все тот же, Москва. Тоже часть той исторической встречи в самом сердце Еревана. Аншлаг подчеркнул не меньший. Нужно признать, что зрители, которые принадлежат к старшему поколению, то есть те, кто еще родился в прошлой общей стране, и у кого сформировалось мировоззрение еще в 70-е, 80-е годы прошлого века, им легче, наверное, понимать и культуру, и дух другой страны, потому что раньше они имели гораздо больше возможности знакомиться посредством, наверное, и общей литературы, книг, которые издавались на и армянском, и русском языках, соответственно, классики казахской и армянской литературы. И это, кстати, в хронике было очень хорошо показано, когда Геворг Мин выражал признательность казахстанским коллегам за какое-то уникальное издание сборника армянской литературной классики. То же самое и делалось здесь, в Армении. Казахстанский актер Ербулат Тугузаков привез в Ереван несколько картин. Одна из них – «Шал», где он сыграл главную роль. Фильм Ермека Турсунова, снятый по мотивам произведения «Старик и море Эрнеста Хемингоя», вышедший на экраны в 2012 году, до сегодняшнего дня был незнаком армянскому зрителю. Между тем, ереванская премьера стала уникальной. Сам главный герой предстал перед публикой со своим понятием философии сценария картины. Все должно быть в гармонии, понимаете? Там есть такой эпизод, что какие-то люди вмешиваются и нарушают гармонию природы, что именно волков в это время желательно не трогают. У них идет потомство, у них идет какая-то связь. То есть все гармонично в этом мире. Ну а второй посыл – это семья. Там явно показано, когда мальчик переживает за своего деда и так переживает, что он не спит. Это посыл связи, крови. Подарок Сталину – небо моего детства, кочевник, транссибирский экспресс. Разные жанры, рассчитанные на различные возрастные категории зрителей. После своеобразного и затянувшегося вакуума в культурном диалоге двух стран, эта порция кино стала лучшим подарком Армении от Казахстана. Особо хотелось бы остановиться на двух фильмах. Первый из них – «Подарок Сталину» режиссера Рустема Абдурашева – рассказывает о годах сталинских репрессий. Интеллигенции постсоветского пространства Хорошо известен печально знаменитый Алжир – Акмолинский лагерь жен-изменников Родины, недалеко от современной Астаны. Но всем родственникам репрессированных, всем пережившим сталинские репрессии Хорошо знакомо и то, о чем свидетельствуют многие и многие внуки и уже правнуки ссыльных в Казахстан, как простые казахские крестьяне. Чистосердечно, с открытым сердцем делились последним куском хлеба с ссыльными и насильственно переселенными членами семей советской интеллигенции и целых народов, сосланных в Казахстан. Куманизм казахского народа, его исключительная добрая душа спасли многие и многие тысячи жизней. Как выяснилось, тематика этих фильмов была особенно близка армянскому зрителю, ведь сталинские репрессии коснулись многих семей. Для меня, как научного сотрудника, тюрколога, филолога, очень поучительным был фильм о детских и юношеских годах многоуважаемого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. В нашем университете многие профессора провели свои детские годы в Казахстане, в Сыльке. Их семьи были, и тысячи-тысячи армян были сосланы в Казахстан. Казахи спасли их. Кто-то давал им яблоко-апорт, кто-то давал им последний кусок хлеба, кто-то передавал им последний ковер, свой ковер. Вот мы помним тот праведный факт, когда молодой Нурсултан Абишевич, выиграв ковер на состязании, на джигидовке, передает этот ковер своим балкарским братьям, дабы те не мерзли. Разве есть что-то ценнее выше этого? После таких отзывов сложно не согласиться с известной фразой о том, что кино – важнейшее из искусств. Я впервые в Армении много читал, много слышал. Впервые в Ереване и тоже восхищен этим городом. С армянскими кинематографистами, казахских кинематографов с давних времен. Один из создателей фильма «Мангильдэ» Хичо Назарьянс. Он работал с режиссером Медведкиным. Почему я хорошо знаю? Потому что отец мой был консультантом на этом фильме. Я думаю, что надо возобновить вот эти творческие обмены, творческие визиты, чтобы и у нас тоже, у нас много любителей кинематографа, и они бы с удовольствием посмотрели на кинематографах Армении. Нам нужно восстановить этот канал сотрудничества для того, чтобы современные армянские читатели в лице, в первую очередь, молодого поколения, чтобы они знали, что и казахстанская, и армянская литература живы, что казахстанское и армянское кино еще живут. И надо это перебрасывать некий такой мосток, что ли, культурный на будущее, потому что без хорошего культурного обмена между двумя странами трудно будет говорить, конечно, о взаимопонимании между людьми даже в тех очень политизированных условиях, которые сейчас окружают и Армию, и Казахстан, да и вообще в целом наши общественности двух стран.